Ну, ежу, как говорится, понятно, что знаменитый фильм и серия книг Юлиана Семенова о разведчике Штирлице — это художественный вымысел. Советский полковник Максим Исаев, ну, не мог, не мог стать офицером СССР, тем более такого высокого ранга. Немецкое командование тщательно проверяло всех, кого собиралось продвинуть наверх по служебной лестнице. Выявлялась принадлежность корейской расе, анализировались темные моменты в биографии, проверялись все родственники, поднимались архивы, причем архивы вековой давности. Советский разведчик, родившийся в СССР, никогда не смог бы пройти все эти уровни защиты. Но это вовсе не значит, что среди высших армейских чинов фашистской Германии не было агентов, работавших на СССР. Вот одним из таких агентов был Галптштурмфюрер СС Вилли Леман. Чистокромный ариец из интеллигентной семьи в 17 лет добровольно отправился служить на флот, где за 10 лет прошел путь от Юнги до унтер-офицера. Выйдя в отставку, Леман устроился в берлинскую полицию, где быстро снискал себе славу сыщика с необыкновенными способностями. Преступление он раскрывал так же легко, как Шерлок Холмс в книгах Конан Дойля. Во время Первой мировой войны сыщика перевели в контрразведку, где он успешно занимался разоблачением нелегальных иностранных агентов. Через несколько лет в Германии начали активно проявлять себя гитлеровские молодчики, к которым Леман относился с большой антипатией. О его истинном отношении к нацистам знали только самые близкие, в частности, лучший друг Эрнст Кур, который оказался агентом советской разведки. Как следует из рассекреченных документов НКВД, Леман почти сразу же согласился работать на СССР. Правда, не очень понятно, что именно побудило его к этому, ненависть к гитлеровскому режиму или элементарное желание подзаработать. Советский Союз хорошо оплатил своим агентам. В 1929 году Москва присвоила Леману агентурный номер А-201 и подпольную кличку Брайтенбах. В 1933-м нацисты пришли к власти, и Гитлер учредил тайную полицию, Гестапо, куда вошел отдел полицейской контрразведки. Фюрер и представить себе не мог, что возглавляет этот отдел советский агент А-201. Выполняя указания московских кураторов, Леман вступил в ряды нацистской партии, а вскоре его перевели в СС и повысили в звании. Советская разведка тоже увеличила денежное вознаграждение немецкого агента. Информация, которую он мог теперь предоставлять, была практически бесценна. Однако, однако наступил 1937 год. В Советском Союзе началась волна репрессий, которая коснулась и внешней разведки. Берия вызвал из Берлина всех разведчиков, работавших с Леманом. Большинство из них были расстреляны или отправлены в лагеря. Связь с ценнейшим агентом А-201 была потеряна. Сам он при этом продолжал успешно служить в СС под руководством Мюллера. Верхушка гитлеровской власти Леману доверяла. Он был в курсе всех особо секретных разработок нацистов, но передать их теперь было некому. И Леман решился на шаг, который мог стоить ему жизни. Он подбросил в почтовый ящик Советского посольства в Берлине письмо, в котором просил выйти с ним на связь. В августе 1940 года агент А-201 продолжил свою работу на Советский Союз. В 1941 он сообщил о планах Гитлера начать войну против СССР, но Центр отнесся к этой информации недоверчиво. Лемана посчитали двойным агентом. За три дня до начала войны он передал в Москву точные данные о начале вторжения гитлеровцев. Три часа ночи, 22 июня 1941 год. Сведения тут же были переданы Сталину. Но тот в очередной раз не поверил агенту, и бесценная информация пропала напрасно. А когда война началась именно в день и час, указанная Леманом, было уже поздно. Связь с ним в неразберихе начала войны была окончательно утеряна. Попытка разыскать заново столь ценного информатора окончилась трагически. В конце 1942 года на территорию Германии были сброшены на парашютах два советских шпиона. Они должны были пробраться в Берлин и разыскать Лемана, который продолжал успешно служить в СС. Однако эти парни были арестованы, не выдержали пыток и выдали агента А-201. Последний раз Вилли Лемана видели в декабре 1942 года. Он отправился на службу и не вернулся домой. Лемон числился среди пропавших без вести. Никаких слухов об его аресте, а тем более о шпионской деятельности, не появлялось. Следы его полностью исчезли. Лишь после войны, когда советские разведчики разбирали архивы нацистов, они обнаружили учетную карточку Галпштормфюрера СС Вилли Лемана. Записи на ней заканчиваются арестом и отправкой в тюрьму, где, как считают историки, Лемон был немедленно расстрелян. Самое обидное, что в СССР о Лемане тоже не вспоминали. И даже тот факт, что именно этот человек послужил прототипом знаменитого разведчика Штирлица, долгое время оставался никому неизвестным. В школе нам об этом не рассказывали.